МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Обсудили итоги развития муниципальных образований и поставили задачи на текущий год. Губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание с главами городов и районов Самарской области. Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в заседании антитеррористической комиссии. Какие вопросы обсудили? Проверили исправность транспортных средств, наличие документов для перевозки пассажиров, показания тахографов. В Самаре сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд-автобус. В мире отмечают день дарения книг. Как прививали интерес к литературе школьникам в советском Куйбышеве. Самарские студенты встретились с народным артистом Сергеем Безруковым, о чем спросили актера. Губернатор Дмитрий Азаров провел первое в этом году расширенное заседание с главами городов и районов, членами правительства области. Обсудили итоги развития муниципальных образований и региона в целом, а также поставили задачи на текущий год. В первую очередь они касаются исполнения национальных проектов. Благодаря им в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 86 объектов. Было завершено возведение трех общеобразовательных школ. Строительство еще шести продолжается. В сфере здравоохранения ввели в эксплуатацию 39 медицинских объектов, в том числе инфекционный корпус на 100 коек Самарской областной детской инфекционной больницы и новый корпус в Невсегорской районной больнице. Значимые результаты есть в развитии спорта и культуры. В прошлом году ввели в эксплуатацию ФОК в Старопольском районе. Завершили строительство бассейна в Куйбышевском районе Самары. Обустроили 22 спортивные площадки. Провели капитальный ремонт 12 домов культуры, трех муниципальных музеев, двух детских школ искусств. Открыли шесть модельных библиотек. Серьезный объем работ запланировали и на текущий год. Дмитрий Азаров акцентировал внимание глав городов и районов на своевременности проведения всех конкурсных процедур. Не менее важный вопрос – четкий контроль сроков исполнения работ. Для контроля качества работ необходимо привлекать общественность и активных жителей. Как будут охранять избирательные участки во время проведения выборов? Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии, которая прошла под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Участие во встрече также приняли представители департаментов надзорных ведомств, правоохранительных органов, главы внутригородских районов, о чем еще говорили на заседании комиссии в нашем сюжете. Итоги реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма» на территории городского округа Самары на 2021-2023 годы подвели во время заседания антитеррористической комиссии. Эта программа предусматривает обеспечение межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, организацию контроля за антитеррористической защищенностью объектов, а также организацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации последствий их проявления среди несовершеннолетних. За отчетный период были обследованы все объекты, которые находятся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления на предмет антитеррористической защищенности. Также были реализованы меры обеспечения безопасности в учреждениях сфер культуры и молодежной политики. В рамках программы образовательные и спортивные учреждения продолжают оснащать централизованные системы видеонаблюдения. Еще одной темой обсуждения стало выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования. В 2023 году проведены проверки антитеррористической защищенности 588 объектов муниципальных образовательных учреждений. Особое внимание уделялось соответствию требованиям федерального законодательства по антитеррористической защищенности. Все учреждения имеют паспорта безопасности объектов и акты категорирования. За истекший период 23 и начало 24 года проведено 1378 обследований образования из них. По запросам прокуратуры 269, по запросу администрации городского округа и департамента образования 2989 и по запросу Министерства образования и науки 120 объектов. В 2023 году продолжилась работа по замене кнопок экстренного вызова полиции на стационарные системы тревожной сигнализации. В 2024 году продолжится реализация дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций. В частности, планируется установка системы контроля доступа. Сотрудниками образовательных учреждений регулярно проводятся инструктажи по алгоритму действий при совершении или угрозе совершения преступлений. Еще одной темой обсуждения антитеррористической комиссии стала подготовка к предстоящим президентским выборам, которые пройдут в России с 15 по 17 марта. Еще раз подчеркну, что это на сегодняшний момент самый важный вопрос для рассмотрения антитеррористической комиссии. Прошу вас максимально ответственно отнестись к исполнению своих полномочий. На территории города образовано 472 избирательных участка для голосования. Помещения оборудованы необходимыми средствами пожаротушения, охранной сигнализации и видеонаблюдения. Виктория Шара и Николай Пифанов. События. Общество и выборы под таким названием на платформе Нотариальной палаты Самарской области прошел межрегиональный экспертно-аналитический круглый стол. В нем приняли участие члены общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами президента Российской Федерации в 2024 году. По видеоконференц-связи присоединились коллеги из других регионов. Какие вопросы обсудили участники круглого стола и какие новелы избирательного законодательства будут опробованы на предстоящих в марте выборах главы государства, расскажем в нашем материале. Подготовку к выборам президента России, которые пройдут 15-16-17 марта 2024 года, обсудили на межрегиональном экспертно-аналитическом круглом столе. В нем приняли участие общественники, представители избиркома и члены общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. На связь с Самарой по видеоконференц-связи вышли члены общественной палаты Волгоградской области. Модерировал встречу ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель координационного совета по общественному контролю с голосованием при общественной палате Российской Федерации Александр Точенов. Как мы, гражданское общество, встроены в организацию общественного контроля за директорально-процессором стороне, где какие есть работы, где это цели, как у нас круглого стола, в обмену, в сфере часы. Кого-то в регионе уже давно отработано, а мы условно здесь только думаем об этом. Участники круглого стола обменялись опытом работы общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в своих регионах. Озвучили планы и поделились ходом подготовки к предстоящим дням голосования. Мы, как штаб общественной независимости наблюдения, однозначно принимаем участие во всех процессах, которые связаны с электоральной повесткой. Мы подготовили всех наблюдателей в регионе и все 1751 участковая избирательная комиссия, принципиально нашими независимыми, подчеркиваю, общественными наблюдателями, сегодня обеспечено. Общественное наблюдение – это один из таких предметных вопросов легитимности выборов 2024 года. Для нас это очень важно. Новеллы избирательного законодательства стали одной из тем обсуждения на круглом столе. В их основе – соблюдение баланса прав кандидатов и избирателей. Изменения коснулись и прав наблюдателей. Установлено право наблюдателя на ознакомление со списком избирателей в электронном виде. Учитывая, что в избирательное законодательство внесено изменение, соответственно, в федеральный закон о выборах президента Российской Федерации, внесено изменение в части возможности введения реестра заявления о голосовании вне помещения для голосования в электронном виде. Соответственно, это право на ознакомление у наблюдателя также теперь есть и на ознакомление с данным реестром в электронном виде. В дни голосования все избирательные участки на территории Самарской области будут обеспечены средствами видеофиксации. На 954 участках будут установлены камеры видеонаблюдения. На остальных участках – средства видеофиксации, видеорегистрации. В течение дня средства видеофиксации направлены на стационарные ящики, либо на КАИБы, где они будут использоваться. В течение ночного времени эта видеофиксация будет осуществляться сейфом, в котором хранят сейф-пакеты с избирательными бюллетенями. И, соответственно, при подсчете голосов тоже средства видеорегистрации, видеофиксации будут направлены на действия членов комиссии по подсчету голосов. Все бюллетени для голосования будут оснащены специальными марками. Движения марок и бюллетеней для голосования от типографии до избирательных участков будут производиться специальной службой. Они будут обеспечены круглосуточной охраной правоохранительными органами. Под особой охраной и бюллетени после голосования. До подсчета голосов они будут храниться в промаркированных сейф-пакетах с серийным номером и индикаторной лентой. Следить за законностью избирательного процесса призваны независимые общественные наблюдатели. Каждый избирательный участок в регионе будет обеспечен наблюдателями. Ответственным за формирование их пула, обучение, направление на избирательные участки является общественный штаб по независимому общественному наблюдению. В Самарской области в состав этого штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права Юридического института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. Соблюдение правил – залог безопасности на дороге. В Самаре сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд автобус. Проверяли исправность транспортных средств, наличие документов для перевозки пассажиров, показания тахографов. Ксения Баканова расскажет подробности. Каждый день автобус нужен. Он всегда почти загружен. Едет с самого утра в сад и школу детвора. Ну а чтобы поездка прошла комфортно и безопасно, сотрудники госавтоинспекции проводят рейд. Андрей Шишкин за рулем уже больше 40 лет. Рассказывает, профессия обязывает не только хорошо знать город. Водителю важно прислушиваться к своему автомобилю. Любые посторонние шумы – это верный сигнал. Ласточка сломалась. Да и о своем здоровье тоже забывать не стоит, говорит Андрей. Ведь большинство страшных аварий случаются из-за банальной усталости. Внимательность, сосредоточенность. Все остальное правило. Водитель должен отдыхать, высыпаться, вовремя ложиться, просыпаться. И это несет ответственность пассажиров в безопасности. Осуществлять контроль за временем вождения и отдыха помогает тахограф. Прибор показывает, сколько времени человек находится за рулем, измеряет километраж и контролирует скоростной режим. Водители автобусов маршрутных газелей, специалисты ведомства также проверили на наличие сопроводительных документов, путевого листа, страховки, свидетельства о регистрации транспортного средства. Все несоответствия сразу фиксируются. Оставляется либо протокол, либо постановление по делу об астронативном правонарушении, его объяснение, фотофиксация обязательно в этом случае. И, соответственно, с последующим уже привлечением должностных юридических лиц, организаций, которые допустили выпуск этого автобуса на линию. Инспекторы призвали автолюбителей делать перерыв пути. Отдых для водителя должен составлять примерно 2-4 часа. Сотрудники также рекомендовали избегать агрессивного стиля вождения, чтобы не подвергать опасности пассажиров. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В России стартовал большой проект «Всей семьей». Он приурочен к объявленному президентом году семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей. Семью-участницы должны раз в неделю выполнять несложные задания и выкладывать в соцсети фото с хэштегами «Всей семьей» и «Всей семьей 63». К проекту присоединились и самарские семьи. С одной из них познакомились наши корреспонденты. Как участники проводят время «Всей семьей» расскажем в сюжете. В этом году будет 10 лет, как Лилия и Рамиль Шрафуддиновы вместе. В их семье двое детей. Старшему сыну Риналю 8 лет, а младшему Линару 5. Братья уже сейчас думают о будущей профессии. Мальчики мечтают пойти по стопам своих бабушек и дедушек. Я хочу стать стоматологом. Бабушка у меня врач. Мне больше нравится, по-моему, пожарный. У семьи много совместных увлечений, но самая любимая рыбалка. Родители с сыновьями выезжают на природу с палатками и ловят рыбу на удочки и спиннинги. Бывают крупные уловы, о которых они вспоминают до сих пор. А тут смотрим и что-то там у нас клюнуло. Мы вместе с мужем вытягивали, так как рыба была достаточно крупных размеров, и это был лещ крупный возле берега. То есть в первый раз я обрадовалась, когда поймала леща. Вкусно мы его, вкусно сделали. Обычно мы рыбу отпускаем, но здесь такая... Лещ на 2 килограмм с тонкой леской, и она вот вытащена. Как только Шрафуддиновы узнали о проекте всей семьей, решили принять участие. Семья зарегистрировалась и теперь каждую неделю выполняет небольшое задание. Все вместе они успели сходить в кинотеатр и съездить в Сокские штольни. Фотографии совместного досуга Лилия и Рамиль выкладывают на своих страницах в соцсетях с обязательными хэштегами. По итогам конкурса семья может получить ценные призы и подарки, но для Шрафуддиновых это не главное. Показать то, что мы сплоченная семья, возможно на других посмотреть, как по-другому люди к этому проекту относятся. И в то же время нам очень интересно, мы ждем следующее задание, что же это будет, как мы его выполним, вот, и, ну и показать, какие мы молодцы. Друзья, знакомые и родственники смотрят фотографии Шрафуддиновых, интересуются проектом и сами принимают участие в нем. Конкурс всей семьей продлится до апреля. Присоединиться может каждая семья прямо сейчас. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. 14 февраля отмечается День дарения книг. Люди дарят книги друзьям, родным и даже незнакомцам. Передают печатные издания в библиотеки, школы и благотворительные фонды. Как прививали интерес к литературе мальчишкам и девчонкам в советском Куйбышеве, узнала наша съемочная группа. В советское время книги имели огромное значение для воспитания детей. Через сказки, рассказы, стихи формировали мировоззрение юных читателей. В Куйбышевской области для этих целей издавали альманах «Светлячок» с произведениями земляков. Журнал печатался ограниченным тиражом. Хранился в основном в библиотеках, где его и читали. Из-за этого в частных коллекциях «Светлячок» встречается редко. Дети знакомились с куйбышевскими авторами не только через этот альманах, но и лично. Были такие моменты, когда в советских школах приглашали поэтов и писателей на творческие встречи. Ветеранов тогда приглашали меньше, а вот с людьми искусства встречи были достаточно частые. Поэтому вот такие творческие авторские встречи, когда куйбышевские поэты читали для детей свои стихи, они, в общем-то, в образовательных учреждениях были достаточно частые. А это более редкий экземпляр – куйбышевское издание «Приключения незнайки» 80-го года. Иллюстрации к этой книге рисовал Владимир Клюжев. Талантливый художник-карикатурист жил в Куйбышеве и создавал множество образов из детских произведений, в том числе для сказок известного местного прозаика Валентина Беспалова. «Очень многие детские произведения сохранили его вот такие замечательные, нежные, очень мягкие рисунки. Биография этого человека интересна и значима. И эта личность достаточно известна среди художников-иллюстраторов в нашем городе». Привить интерес к книгам пытались и через такие журналы. Они напоминали комиксы, где дети могли раскрашивать картинки. Такая практика была известна в Москве, Санкт-Петербурге. В Куйбышеве такие издания появились позже, в 1980 году. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Петр Паломеев. События. Шутил, цитировал Пушкина и рассказывал о кино и театре. В Самаре прошла творческая встреча с народным артистом Российской Федерации. Художественным руководителем Московского губернского драматического театра Сергеем Безруковым. В его фильмографии более ста кинолент. Задать вопрос актеру пришли около сотни студентов. Учащиеся колледжей, вузов, активисты молодежных движений. На встречу побывала и Ксения Баканова. Сотни автографов, море улыбок и теплая атмосфера общения. В Самаре прошла творческая встреча с народным артистом России Сергеем Безруковым. В его фильмографии более ста кинолент. Актер получил широкую известность после выхода сериала «Бригада». Там он сыграл криминального авторитета Сашу Белого. Также зрители знают Безрукова по роли сельского полицейского из телесериала «Участок» «Пророка и Ешуа» в экранизации «Мастера и Маргариты» и «Сергея Есенина» в многосерийном фильме «Есенин». Актер встретился со студентами Самары. Целый вечер он шутил, рассказывал о кино и театре. Цитировал любимых писателей. Про опять гармонию, убьюсь, Над выросло слеза, обольюсь. И может быть, на мой закат печаль. Престать любовь улыбкой, прощайкой. Дальше за здесь будьте. Пообщаться с актером пришли больше сотни человек. Это учащиеся колледжей, вузов, активисты молодежных движений. Одни уже готовы крепко связать свою жизнь с театром, другие только знакомятся с миром этого удивительного искусства. Самые смелые приготовили вопросы. Сергей Безруков не только ответил на них, но и преподал парочку жизненных уроков. Главный его совет был очень правдив. Я на самом деле тоже придерживаюсь этого. То, что время идет, оно не стоит на месте. И нужно делать все здесь и сейчас, не откладывая на потом. Потом просто не успеете. Организаторы отмечают, вечер студентам точно запомнится на всю жизнь. Для кого-то встреча со звездой вчера была еще мечтой. Сегодня это уже реальность. Когда мы вживую видимся с человеком и можем из первых уст узнать, что он чувствует, его эмоции, его настоящие посылы, конечно же, такие встречи, они очень мотивируют и вдохновляют на дальнейшую работу. Я уверена, что у ребят сейчас горят глаза, они заряжены творить и работать на благо развития нашего региона. Молодежь, самарская область! Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. 22 февраля на экране российских кинотеатров выйдет фильм «Командир», рассказывающий историю жизни и становление выдающегося командира группы «Альфа», героя Советского Союза Геннадия Зайцева. Кино основано на реальных событиях. Самара стала одним из городов, где состоялся закрытый предпремьерный показ этой картины. Он прошел накануне в кинотеатре «Художественный». Подробности в нашем сюжете. Полтора года съемочного процесса, много работы над материалом с самим героем картины, чтобы она получилась правдивой. И вот первым зрителям представили фильм «Командир». Кино рассказывает о взрослении героя Советского Союза Геннадия Зайцева и его работе на посту командира специальной антитеррористической группы «Альфа» КГБ СССР. Фильм посвящен 50-летию со дня создания самой группы и 90-летнему юбилею Геннадия Николаевича. Я в область Геннадия Николаевича произношу такие слова о пятиконечной звезде. Из пяти лучей этой звезды первый принадлежит моей маме, второй моим наставникам, третий сотрудникам нашего подразделения, четвертый мой, ну а пятый луч принадлежит, безусловно, моей любимой жене. И вот наш фильм о том, что героями не рождаются, ими становится, но помогают им как раз люди, которые окружают. Кастинг на главную роль фильма прошел достаточно быстро. Предпочтение было сразу отдано Кириллу Зайцеву, который не только является однофамильцем героя, но и внешне сильно похож на него. Как отметил сам актер, для него эта работа стала очень ответственной, ведь именно через его игру люди узнают о жизни легендарного командира. Также Кирилл рассказал, что главную оценку за свою роль он уже получил непосредственно от Геннадия Зайцева. Он сказал такие слова, которые мне были очень приятны. А сказал он так. Кирилл, ты с поставленной задачей справился. Из его уст это очень высокая похвала. Центральным эпизодом фильма стала операция по освобождению заложников в городе Арджиникидзе в декабре 1988 года, которая долгое время была засекречена. Больше 30 детей и учительница оказались захвачены в школьном автобусе террористами, которые требовали от властей заплатить выкуп, предоставить самолет и дать возможность вылета за границу. За подлинность всех показанных событий отвечали непосредственные участники операции спасения. Да, я смотрел его, но я сравнивал с теми моментами жизненными, которые были у меня. Потому что я реально эту операцию знаю. Я принимал активное участие в этой операции. Естественно, я смотрел, в первую очередь, как играют актеры. Правильно ли они, допустим, носят мешки с деньгами, пищу приносят. Я знаю, кто ходил. Я знаю по фамилии. Это мои друзья. Самара стала одним из немногих городов, где прошел специальный предпоказ фильма. Прошли предпоказы лишь в тех местах, которые наиболее дороги герою Советского Союза. Обычно Геннадий Николаевич везде присутствует сам, но встречу в Самаре ему пришлось пропустить из-за болезни. Мы были в Чусовом на его родине, показывали фильм. Мы показывали фильм в Чайковском, там живут его родные сестры. Вот одной, 91 будет в этом году. Ну и, короче, 88-85, понимаете. И вот мы им показывали фильм. Они были просто счастливы. И вот сейчас мы покажем, что это все города, все места, которые ему очень дорогие и близкие. 22 февраля жители Самары и всей страны смогут увидеть фильм на больших экранах и заочно познакомиться с героем Советского Союза Геннадием Зайцевым, чья тяжелейшая работа, по большей части, всегда оставалась за кадром. Светлана Кудрявцева, Андрей Горкуленко, Петр Поломеев. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. При регистрации брака в органах ЗАГС Самарской области молодоженам вручается сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Цель обследования – оценить готовность будущих родителей к рождению ребенка. Профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов здравоохранения и демографии. Телеграм-канал промышленного района напоминает, что продолжается декларационная кампания. Представить декларацию о доходах, полученных в 2023 году, необходимо до 2 мая этого года. Отчитаться необходимо, если в прошлом году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Также сдать декларацию о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица. Оплатить НДФЛ, исчисленные в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года. 15 февраля планируется замена задвижки диаметром 100 мм по улице Партизанской. Из-за этого с 9 утра до 7 вечера ограничат подачу холодной воды в некоторых домах на улицах. Партизанская, Индустриальная, Черновская, Тухачевского. Бойлер будет возле дома 44 по улице Партизанской, информирует телеграм-канал Железнодорожного района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok